Итак, всем привет, с вами Добрая. Продолжаем играть в Pax Britannica за национальное французское государство. В прошлой серии мы тут прошли немножко по политическим фокусам, выбрали нашу партию и занялись экономическими фокусами очень сильно. И экономика Франции реально очень жестко развивается. Здесь очень много решений на развитие инвестиций в военные предприятия, в инфраструктуру. Надо конечно безработных, довести будет до 1%, но я думаю мы успеем за эти 2 года без особых проблем. Не забываем мы фракционностью следить, националистическим пылом следить. Но сейчас мы купим политку на новую карту Парижа, даст это еще плюс 2 фабрики, 2 военных завода за 150 политки, еще и стабильность, очень сочно. Так что мы нажмем это, а потом продолжим инвестировать в военные предприятия. В общем-то развиваемся мы очень солидными темпами. А тут пока что помогаем нашими горными стрелками в Италии, нашим ребятам, друзьям победить. Потом они будут помогать нам победить против Германии. Поехали. Итак, планы на новых городов есть, давайте начинаем наши инвестиции. Причем, что мы сейчас строим? Нормандию, Лару, Шампань? Ага, все это, всего этого нету, да? Здесь, ну ладно. Тогда давайте просто подряд будем инвестировать, особо без каких-то мыслей. На самом деле, кстати говоря, вот я это делаю, но надо это будет прекратить, потому что у меня прямо сейчас слоты не нужны, я вот только что понял. И вместо этого пойти бы вот эти фокусы поделать, скорее всего, было бы полезно. План новых городов, приступим к работе, да? И новую карту Парижа мы делаем. Господи, 2 года это будет делаться, господи. Хорошо, что я начал это сейчас, а не решил оставить на потом. Так, а в Балканах начинается новая война. Можно только решить, кого мы будем поддерживать. У нас тут есть, ребята, фокусы. Точнее, решение. Антидегирский пакт мы можем поддержать. Кстати говоря, в Ирландии мы там не успели ничем помочь им. И в Великой Серпии и Румынии мы должны поддерживать. Как я понимаю. Что ж, давайте так и сделаем. Сюда 2 дивизии можно отправить, а сюда тоже 2. Что ж, так и сделаем. Ну и, конечно, не забываем отправлять еще самолету добровольцев. Про них тоже нельзя забывать. Эти и те, и те принимают. Отправляем теперь туда авиацию еще. И помогаем. Теперь авиация у нас тоже будет сейчас накачиваться. Следовали мы госпитали. Будем мы госпиталями нашей дивизии оснащать обязательно. И можно подумать, что еще мы хотим сделать. Здесь гончие дают атаку в лес, горы и джунгли. Если вот это плевать, то вот атака в лес вообще выглядит прикольно. Но потом качается только подавление. Здесь лесов много на самом деле. Тут подумать, что я хочу в добку засунуть. 100% инженеров. Давайте подумаем. 100% артиллерии. 100% ПВО. 99% бронебойность. Мне нужно с ПТО. И, наверное, госпитали. И все. И мне просто не останется ничего остального. Все. Наша пехотная дивизия будет примерно так вот и выглядеть. А элитная пехота нет. Мы пока не тратим сюда опыт. Только добку им поставим. Конечно, будет всего не хватать на данный момент. Но этого мы уберем. И, в принципе, остальное потихоньку пускай заполняется. А здесь у итальянцев на дивизии, видите, уже вообще в ноль. Просто стерты. Поэтому, конечно, мы пробиваемся вообще без проблем. И здесь мы победили. И доехали наши добровольцы до Сербии. И давайте-ка теперь им помогать непосредственно. Поехали сразу в бой. И Алжир в огне. Рекомендуется отправить добровольцев в Аран. В случае победы Арана вы аннексируйте и получите его генералов. Аран, Аран. Давайте. Одного только можно отправить. Значит, это будет... Все еще, наверное, пехотная дивизия. Что с ними как-то проще работать. Давайте. И добровольцы, конечно. Авиационных. У них еще и французская военная миссия вот здесь. Вот, прокает. Думаю, они должны поддержаться нормально до нашего прихода. О, и Италия сразу готова в наш союз зайти. Конечно. И, как я и говорил, давайте теперь немножко пойдем по вот этим фокусам. Здесь еще прирост политики нам дастся. Сейчас временно он уменьшится. Но потом станет нормально. Что? Румыния сдалась? Каким образом? Они же побеждали. Все было в порядке. Очень странный только что мир произошел. Надеюсь, Ягославия по такому же принципу не замерится случайно. Давайте пойдем в Болгарию душить. Потому что, я думаю, ее проще всего будет капитулировать. С Хорватией как бы да, но из Венгрии сейчас, я думаю, придут войска. Так, указ о дегенеративном искусстве. Какой ужас. Давайте сейчас здесь поможем. Если они капнут, станет попроще. Там уже потом Хорватию, потом уже и Венгрию. И вот сюда наши дивизии прибыли. Давайте помогать им побеждать. Ну так, культурная реконструкция дикта о прошлом. Никогда не узнает об их существовании. Слабость бывших императоров не должна быть слабостью Новой Франции. Интересная. Логика. Пока здесь битва идет вопрос, это этот же регион. Да, это этот. Так что не меняем. Ну, вроде как проблем здесь нету. В Румынии только что-то непонятное случилось. Вроде все было в порядке, но взял. Взял и мир наступил. Так, нулевый год наступил. Новая Франция из пепла. Поехали. Купим палитку на новые военные заводы. Новая Франция. Новый француз. Так, дикт о будущем. Завтрашний день принадлежит нам. Дикт о церкви. Церковь будет смятена, как и все, что противостоит новому государству. Ну, и всякие страны возмущаются этому. Ну, что ж, возмущайтесь, но... Ваш возмущение ничего не изменит. И единственная новость, это новости государства. Поехали. Давайте почитаем. Новая Франция создается. Потом у нас пойдет ревашистский пыл. Повысим краски наше военнообязанное население. Потом еще можем взять вот это на военнообязанное население. Все это солидно. И будем идти до манифеста судьбы, я думаю. Хотя нам вот это минус 5 ТНП не так, что и сильно нужно. Потому что у нас 0. Так уже, как бы. Возможно, мы тогда сможем... А, мы не можем, да? Просто так взять и поднять вот эти все законы. Тогда ладно. Вообще, давайте возьмем уже военные заводы. Нам нужно потихоньку настраивать и... Туда-сюда дойти надо бы. И настраивать наше военное производство. У нас как бы 34-й год, конечно, война начинается в 37-м, в серединке. Мы можем начать, мы и позже, мы и начинаем войну. Так что она начнется тогда, когда мы захотим этого. Так, нам здесь нужна противопехотная атака. Но хотелось бы начать и плюс-минус в то время, когда мод этого хочет. Ой, мы будем здесь получать еще плюс грамотность. Кстати говоря, это именно то, что мы сейчас пока не качаем. Вот она, грамотность. Значит, да, нам тем более надо сюда выйти сейчас. Дойти до максимума эффективности. Эффективность очень важный параметр промышленности. Здесь вот это все тоже выключится. Потом выключат здесь военные заводы. И, в принципе, мы будем чувствовать себя комфортно. Возможно, еще стоит пройти вот сюда. Это, наверное, не так сильно важно. Но вот именно... Вот это плюс 2 нам пригодится. Вообще, вольфрам 15 тоже нам пригодится. Потому что нам его как раз где-то столько и нужно будет. Через какое-то время. Плюс здесь еще сверху накинутся бафы на ресурсы. Так что как раз то, что нужно, мы и получим. Здесь, кстати говоря, наши ребята выиграли. По крайней мере, против Британии. Отправил я максимально. Господи, они сейчас будут возвращаться. И пока они не вернутся, я не могу отправить их снова. Черт, это очень неудобно. Буду лишь надеяться, что у них хватит дивизий, чтобы ЛЖ сдержать то, как мы им поможем. В целом, так же, я профессиональный мастерский корпус, чтобы больше опыта получать. В принципе, нормально, я думаю. И можно вот этого парня сюда тоже поставить на опыт армии. Ну и атака, конечно же, тоже нужна. О, и у нас, смотрите, что еще получилось. Синтетический материал звучит как-то неинтересно, что стали у нас просто дохрена. А это именно и создает сталь. У нас 900 стали. Зачем нам еще больше стали? Ну ладно, допустим. И шахту даже, блин. Но военные заводы звучит как будто интересно. До того момента, когда ты не смотришь сюда, и ты можешь построить... Ну сейчас прям решения нету. Ты можешь за 70 политики построить 2. А здесь за 41. И как-то это, ну, не так интересно. Черт, и мы не смогли все-таки засеявить этот ЛЖ, но у нас потом еще будет фокус побоевать с ним. Где-то вот здесь, где-то я здесь видел. Пан-Африканское, что-то где-то было на высковывал Жир. Корсика у нас вопрос. Блин. Странно, странно, ладно. Как будто нету, но хотя я где-то видел. Может здесь, слушайте. Вот, да, претензий на ЛЖ, это оно. Мы сразу объявим войну, кстати говоря, через двинители. Так что можно будет этим тоже заняться. Итак, сделал я себе вот этот, уже концерн открыл. Давайте делаем максимум эффективность. Так, Британия победила в аэропитальном войне. Британия вознеслась на небеса. Ага. И мы здесь, смотрите, себе возьмем концерт теперь. Масс. Атака противопекотная, плюс 15%. Полезная штука. Потом продолжим за палетку всякие военные заводы открывать. Итак, индустрия наша теперь никогда не спит. А я думаю, пора уже дойти вот до сюда ради вот этой ячейки исследований. Потому что уже начинает у меня желание появляться большое исследовать что-то еще. То есть мне нужно в боевоздух еще подоследовать. Скоро будут новые вот эти вот техи. Стоит реально. А тактические бомбардировщики, кстати говоря, я тут их устаревшим, видимо, сделал. Хотя, подождите, ну все правильно. А, наверное, это вот это она считается Великой войны. Нет, межвоенный, наверное, считается в текущем. То есть это немножко не так очевидно. Хотя вообще, вообще. Мне это не сильно и нужен этот небо штурмовики сделать. Потому что у нас здесь дистанции все маленькие. Так что давайте штурмовики будем делать. Я думаю, пора закончить строительство вот этих домиков уже. Давайте они все достроятся. И затем мы начнем постройку уже непосредственно синт... Точнее нет, не синт материалов. А нефтеперерабатывающих заводов. Вот они. Немножко модельки не такие стандартные. И мы их, пожалуй, вот так вот застроим. 90-90-80-80. Ну вот примерно так, я думаю, должно нам пойти. Ну вот столько, я думаю, точно хватит. Потом пойдем строить военные заводы. Реваншинский пыл есть. Мы можем вот эти же фокусы еще сделать. Они как будто... Как будто что-то должны им давать. Но по ощущениям они бесполезны. Так что пойдем сюда. Причем, что здесь нам важнее первым сделать? По ощущениям вот эти фокусы. Смотрите, как здесь будет еще 5 на МП. А потом будет еще минус 5. И получается нормально. На самом-то деле. Так что все рассчитано пока что. Улучшение экономического здоровья. Отлично. Так, а это что у нас? Это у нас вот это, да? Это у нас было неудовлетворительное, я так полагаю. Ну, как будто да. Вопрос, продолжает ли оно улучшаться? Да, продолжает. Но, кстати говоря, вот литра сирейт. Неграмотность. Она не повышается дальше. О, французские исследования. Чувствуете? Да, отсылочки к арийским исследованиям. Да-да-да. Нос, губы. Да-да. Занятия прекращены. Ну, в общем-то, отсылки все очень, я думаю, очевидны. А, еще кое-что, что я в этом фокусе не заметил, точнее решение. Здесь по 4 ячейки для строительства добавляется. А вот это уже выглядит, так говоря, солидно. Можно и понажимать в целом эти кнопочки. Здесь в Ягославии дела все хуже и хуже. Ягославию, ну, как в Сербии, точнее. Великая Сербия, да. Теория, она может идти Ягославией. Нас окружают со всех сторон. Вообще-то все очень грустно, но наша авиация поддерживает как может. Ее никто вообще не атакует, никто не мешает. Противовоздушные атаки даже у дивизии, судя по всему, нету. Ну, и наши дивизии здесь, где могут, пытаются сдержать наступление. Чем хуже вот это кольцо сжимается, тем в теории проще защищаться, но тем сложнее потом будет атаковать. Итак, сделали мы вот эти фокусы. Давайте дойдем вот по вот этим теперь правым фокусам. Пошли здесь расовые науки, католические наветы очищаем. Ну, в общем-то, ясно. И департация немцев потом пойдет. Ну, и потом уже дойдем до манифеста судьбы, который мы и хотели получить, ячейку. И, не знаю, вот эту штуку, да, думаю, тоже возьмем, потому что у нас сейчас плюс 5 ТНП, надо в минус 5 обратно вынести. Вот так. У нас сейчас 50 армейского опыта. Я думаю, смотрите, мы дождемся, пока дойдет сотка. Нам нужно будет для последней реформы 250. 200, точнее, да, окей. И после этого мы нажмем вот эту кнопочку и дойдем до самой последней стадии вооруженных сил. Будем делать себе уже элитную танковую армию. Я только не знаю, легкотанковую, среднетанковую, еще думаю. Но у нас, видимо, идея как раз в том, что мы будем уйти в танки. У нас, как вы можете заметить, электрина, маневренная война. Фокса у нас, маневренная война. Так что посмотрим. Видимо, мы вот сюда вот и пойдем. Вопрос только, кстати говоря, вот землеходы, это... А, это именно землеходы здесь даются. Здесь прям прописано. Не бронетехника, а землеходы, окей. Ну да, думаю, пойдем мы в танки тогда. Ладно, что-то сжимают в нас форсированную атаку. А, и сразу прекратили, как я остановился. Ну, жгут они, жгут они кучу ресурсов. В дивизии здесь в окружение сами заходят. Это неприятно, конечно. Но, вообще, какие-то успехи есть. Как раз, что-то мы комбатчим. Опять-таки, авиация все время работает. А это вам, на самом деле, очень важный фактор. Авиация решает очень сильно в таких битвах. Да, в любых, в принципе. Попробуем спасти наших сербов вот здесь вот. Я тут заметил, что сербы, блин, делают окружение. Красавцы, надо пойти помогать им их добивать. Обязательно. Пока мы делаем тут всякие российские фокусы. И мы тут еще дополнительно тоже окружаем дивизии. Камбэк идет, но, блин, очень тяжко. О, снижение уровня бедности. Это у нас вот эта штука. Опять-таки, мне кажется, у нас была поваленная мечта. Но я не уверен. Но, судя по всему, раз сменилась, то да. И бедность продолжает, кстати говоря, падать. Отлично. Только вот образованность не продолжает расти. Хотя, должна была в теории. Мы тут диплайм уже нашу армию прекрасную. Давайте сюда. И, пожалуй, допустим, сюда. А, ну нет, сюда пока не можем. Так что надо куда-нибудь просто гарнизоном ее раскидать, чтобы она сновиденном не жгла. И в чем суть? У нас тут, как вы можете видеть, Британь. Не наша. Но у нас есть фокус на то, чтобы вернуть марш на Брест. Давайте-ка это и сделаем уже. У нас есть не это уже люди. Можем уже этим заняться. И вот, на манифест судьбы. Поехали. Параллельно здесь нажимаем кнопочки на заводы. Можем, кстати говоря, претензии на лжи же делать, но пока нет. Эти кнопочки на заводы вполне себе можно и понажимать. Где те кнопочки на 70... 70 палитки? Как-то они делись. Нет. О, нет, они пропали. Ладно. А нам бы тогда фракционность снять и пыл повысить. Давайте начнем с... Пыла, наверное. И мы бежим деблокировать, помогать сербам вот здесь вот. В принципе, мы вроде успеваем. И они вдохнут снова снабжением. Черт, надо только не дать нас окружить вместо них. Но и вместе с ними. В общем-то, война продолжается. Но сейчас мы будем воевать, я чувствую, с Британию. И мы перестанем их поддерживать. Они вполне себе могут проиграть после этого. И есть наш манифест судьбы. Давайте континентальная система. Плюс 10 ресурсов. Минус 5 на продажу. Плюс 5 наших фабрик от ТНП. Нормально, в принципе, полезные бафы. Я бы хотел быть французом. И, наконец-таки, оно готово. Если у нас здесь еще полезные фокусы. Но пока что они могут потерпеть. Давайте начнем с ремилитаризации лотеринга. И пойдем уже по нашим вот этим вот таким. Я бы их назвал дипломатическими фокусами. Оно есть? Давайте сразу после этого идти на Брест. Это Германия там выразит свою озабоченность. Нет, русский договор мертвь плюс 200 политки. Боже мой. А это прекрасное количество политки. Можно сразу взять себе конструктора легкой авиации. Можно... Нет, это у нас и так происходит. Пожалуй, что еще я бы сделал себе руководство. Давайте-таки возьмем себе... Что здесь у нас есть? Наземная поддержка. Нет, я хотел себе... Вот сюда, парня, нанять. Вот сюда. А на это оно и есть, да? Давайте тогда, да, присутствовал воздухе, наверное, возьмем. И наша нефть достроена. Плюс-минус. Ну да, в принципе, уже достаточное количество еще тут застроится. И после этого мы пойдем безумно застраиваться военными заводами. Отлично. А еще знаете, что я бы взял? Я бы вот эти военные заводы все-таки уже взял. Каб они уже нам что-то давали. И, кстати говоря, омиссию на... Да, омиссию я, видимо, выполнил уже на ту безработицу. Окей. Видимо, там и пропали вот эти вот фокусы. Точнее, решения на военные заводы за политку. Ну, ладно. Продолжаем вот эти кнопочки нажимать. Фракционализм пускай опускается. Пыл пускай поднимается. Итак, стратегия в отношении Британии. Можем попробовать присоединить. Просто там что-то, возможно, произойдет. Либо нет необходимости дипломатии. Давайте... Я сохранился. Я просто бы хочу посмотреть, что это даст. Если там даст какой-то модификатор, который мне не понравится, то я тогда, конечно, присоединю их просто. Ну, отправлю войну. Ну, вроде нет. Вроде они просто мирно к нам присоединились. Отлично. Все бы так к нам присоединились. И я чувствую, надо сделать нам еще автоматоны. Да, сюда. Ну, да. Нет. Пожалуй, кавалерию на тайную полицию. И нормально. И давайте-ка будем планировать вторжение в Алжир. У нас микро флот здесь есть. Пускай он объединится. Флот прям реально очень-очень микро. Ну, опять верфей все-таки. Ну, я думаю, алжирский флот он победит. Там его, возможно, вообще нет. Но, кстати, мне не очень нравится, что в этом моде везде ноль разведанных. Хотя бы какие-то приблизительные числа. Ну, всегда приятно видеть. И только ради этого везде закидывать агентов. Ну, как-то не сильно хочется. Кстати говоря, мы продолжаем агентство качать, чтобы в теории к войне взломать Германию и Британию. И еще давайте сразу вот сюда пойдем. Британия станет национальным. Да, почему бы нет? И там потом еще будет Волония. Все-таки я понятия не имею. Сколько там промышленности, к сожалению. А вот сколько я вот здесь? 10% я все получаю разведчикам. Господи, так мало. Ну, если я так прикинусь, у нас, наверное, примерно как у Британии промышленность. И такая же вторая, скорее всего, Германия. Так что, ну, не сильно мы далеко впереди их. Так, это есть. Давайте уже, в принципе, в Волонию пойдем. Поехали туда. Тут тоже будет, скорее всего, промышленность. Тоже. Вот эта армия готова. Давайте сначала в Алжир прогнемся. Хотя, наверное, это будет примерно одновременно. Так что давайте готовиться и к тому, и к тому. Ну, наверное, давайте вот так. В принципе, я не вижу проблем в этом. У нас на то и на то армии хватит. Здесь вот так какого-нибудь генерала вот этого, к примеру. Хотя у нас будет танковым генералом. Я бы не хотел ему случайно пехоту выкачать, которая потом не будет использоваться. Блин, ну здесь прям вот этого. Ладно тогда. Все давайте, я сказал, все сюда. И давайте-ка выйдем вот сюда, я думаю. Здесь очень жесткие воздушные бафы. Там есть военные взводы, которые я хочу получить, но мне нужен бонус на исследование истребителей и штурмовиков, потому что они вот-вот уже подойдут. Как раз таки. 0,74 года. И там, и там. То есть мы как раз сюда дойдем. Сыгра тоже очень сильно. Штурмовики и истребители минус 10. Очень-очень сильно. Здесь все, в принципе, тоже очень приятно по бафам. Маневренность. Асы. Опять-таки маневренность. И здесь опять маневренность супер, короче говоря. Все это нам нужно. Вот это я даже не знаю. Ведь неинтересно. И вот эти два бафа и стоимость подрезута я хочу. Потом возьму из военной заводы. Потом, возможно, пойду сюда куда-нибудь. Посмотрим. Тут, в общем-то, я и вот эти фокусы, и вот эти. И еще по политике надо пройтись. Посмотрим. Но еще пока 36-й год, у нас еще время некоторое есть. Слушайте, мы реально объявили им войну. Я даже этого не ожидал. У меня тут войска вообще тренировались. Так сказать, чилили. Расслаблялись. А тут бам и война. Я такого реально не ожидал. Но в целом мы готовы к этому. Не то, чтобы мы прям вообще не готовы. Войска-то на позициях. Просто они, видите, без организации после тренировок. Ну, ничего, я думаю, они справятся. Более того, я вообще не вижу там особо войск. Даже не знаю, нет. Можно с одной стороны пойти захватить их и получить опыт за бои. Но вообще, я бы, наверное, снаряжение хотел. Больше с них, чем опыт. Потому что опыт... Хотя... Я же не так много получу опыта за них. Так что да, пускай снаряжение дадут. Мы вроде должны капитулировать. Или неужели мне еще надо... Да, мне надо Денкерк брать. Ну ладно, хотел я осадить кого-то в живых. В итоге сделал всей армии геноцид. Ну, знаете, у игроков входит так иногда бывает. Мы можем теперь отправить туда 4 целых дивизии. Так что... Отправляются тут одно. Вы только знаете, что я сделал? Я вот эти, пожалуй, вот сюда. Нас потом в танки превратим. Скорее всего. А 4 новых пехотных пускай выкачиваются вот здесь вот. Поехали. Авиацию нельзя отправить. Какой ужас. Ну что ж, давайте претензии на Анлажир. Что делаем? 14 дней. Мы в целом готовы к высадке. И подготавливаем мы нашу... Собственно говоря, воздушную армию тоже. Вот эти дивизии, пожалуй... Все мы снимем с этих приказов. Давайте. Так, сделаем. Они пускай сюда отправляются. Поедут они потом за высадкой вслед. Давайте чуть-чуть все-то распределим, чтобы они сильнее не горели. Заберем в себя Анжир. Потом что-то у нас еще есть. Ирландское восстание уже все. Так, кажется, можно и Нидерландах будет сделать. И потом, может быть, этот озел тоже мы, возможно, сделаем. Антивенгерский пакт. Блин, вот Румыния не воюет. Мы теперь не можем их там поддержать. Румыния взяла и сдалась из-за этого. Война пошла совсем не так, как, наверное, должна была пойти. Так, три дня. Давайте сразу делаем вот так. Сюда ставим фельдмаршала прекрасного нашего. Высадку. Походим нашего адмирала. О, адмирал. Адмирал, блестящий стратег. Для меня есть подозрение, что... Что это, не те перки, которые должны быть у адмиралов? Ну, допустим. Так и быть, я им это прощу. Этот пускай просто чилит флот. Этот, конечно, пускай помогает. Так, они поехали. Авиации сможем ли мы достать помочь как-то? Хотя бы вот этими вот... Да, слушайте, вот этими мы сможем достать. Истребителями, я думаю, уже... Да, без шансов, конечно. Что ж, хотя бы так. Игустки пошли. А, вот здесь вот не очень удачно. Хотя как, ну это еще изменится. Но в целом не очень удачно. Здесь достаточно удачно. Сразу же мы занимаем порт. С столицей мы тоже сразу же заняли. Помогаем здесь. Помогаем здесь. Ну и вроде все отлично. Ну да, я думаю, быстро мы очень все здесь захватим. Быстро, а самое главное красиво. Поехали вот сюда. Потом сюда. Здесь же ребята просто красят точки, главное. Можно еще, кстати говоря, механ тоже сделать. Почему бы нет? И сделать средние танки плюс механизированные единицы может быть неплохо, я думаю. Так, ну и тут осталось сколько? Немного? Давайте. Я верю, что мы вот чуть-чуть буквально вот здесь вот подзахватываем уже и вы, я надеюсь, задитесь. Должны. И выходим мы к бонусам следований. Заговоряем, я перебрасываю еще сюда дополнительную авиацию. Потому что, ну, почему бы нет? Всегда приятнее, чуть-чуть эффективнее размениваться. Ну и вот. Захватили здесь территории. И за 150 политики мы сможем сделать территории национальными. И подчинение получить стабильность. Получить нажмем мы, конечно, как только сможем. А это в армии, пожалуй, возвращаются сюда. Обратно на границу к Германии. Давайте-ка сразу с планированием, пожалуй. Тоже, на этом, я думаю, можно подзавершить нашу серию. Мы уже близки как никогда к войне. Осталось тут полтора годика примерно. Строим мы военные заводы вовсю уже. Уже 77, солидно. Сейчас застроим очень неплохо авиацию. Триподов подстроим. Триподы пойдут у нас в пехоту. И затем у нас подошедутся как раз к этому моменту, я думаю, механ. Потом танки. Ну, еще мы добавим дополнительно сюда. Обязательно еще ресурсов тоже. Нам, не знаю, штучек, наверное, 30-40 заводов на истребителе иметь бы. Как бы посмотрим, чтобы так совпало, чтобы механ сюда мы добавили, начали его производить. Потом бронетехника у нас была исследована, мы ее начали бы производить. И начали бы формировать наши первые, скорее всего, средние танковые дивизии с механом в нем. И сюда мы бы еще, наверное, горострелков сделали, если у нас на это хватит времени и ресурсов. Потому что помочь итальянцам здесь было бы тоже, я думаю, приятно. Кстати говоря, мне очень не нравится в этом моде то, что ты не видишь, что здесь за, собственно говоря, проинции, что здесь за местности. Ну, ладно уже. Это как бы на любителя. А с вами, ребят, был Дубгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все, как обычно. И до скорых встреч. Пока.